Только начался сентябрь, а уже надоела школа? Заходи на сервер с лучшими учителями и худшими одноклассниками. Тут ты сможешь плюнуть в лицо учителю за поставленную двойку, или же забить ему стрелу. Весь сервер выполнен в аниме-стилистике, что не даст тебе заснуть во время урока. Классы с сервером можно перечислять долго, но всегда лучше зайти самому и разбить стекло портфелем. В общем, не буду жевать вафлю. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Здарова. Я почитал комментарии под прошлым видео, и единственное, что могу сказать, ребят, спасибо за понимание и за поддержку. Мне действительно было приятно читать и видеть такой отклик от вас. Казалось бы, я для вас никто, я просто делаю контент, как писали некоторые комментаторы, но всё же. В этом ролике я соберу свою собственную банду из корешей, которые будут играть за бандитов. Мне в диковинку записывать не соло, потому что все несколько лет, сколько я веду свою деятельность, я почти всегда записываю соло. У меня было несколько всего лишь роликов, где я записывал с кем-то в паре или же в трио. Объясню вкратце суть видоса. Я буду администратором, который следит за своими корешами и наблюдает за РП-процессами, которые они делают. Иногда они будут делать их по моей наводке. Ну, например, пойти кого-нибудь ограбить. Буду давать им инфу, то, что вот, здесь есть какой-то чел. Мы делаем это не для того, чтобы кого-то загнобить, задудосить или же испортить кому-то игру. Ни в коем случае. Я делаю это с целью того, чтобы просто проверить, будет ли другой игрок соблюдать правила. Если же будет нарушение, то я его моментально тэпну и объясню, в чем его суть. Так уж вышло, что мою манеру речи ребята из DarkRP уже достаточно хорошо изучили вдоль и поперек. Из этого я выкрутился достаточно просто. Теперь играть и байтить нарушителей буду не я, а мои кореша, которые играют за РП-профессии. Но делать они это будут под мою диктовку, то есть по факту я моделирую каждую РП-стычку. Например, то же самое ограбление, обыск и так далее. И все это зрелище не будет обделено дебилами, которые возомнили о себе чуть больше, чем они сами являются. Слушай, я понять не могу. Ты типа себя скрипкаю за мной в лекаре. Гамбит. Ганул. Я тебе без приколов говорю на гамбит залететь. Нахуя? Ну, во-первых, мне хочется родик записать. Использование друзей в своих корыстных целях, понятно. Один раз не пидорас. Второй раз как первый раз. А что делать-то? А это уже похуй, мы там разберемся по ситуации. Мы можем хату какую-нибудь отстроить. Втроем там, в четвером. Сколько нас там... Влад, а ты жевал? Дерол. Со вкусом клитора. А, нет. Представляю, что будет, если вот таким складом... Начать жевать клитор. У меня нахуй игра вылетела. Ну да. Блядь, что за говно ты рекомендуешь? Это нормально, когда ты с одного сервака на другой перезаходишь. А, у меня тоже крашнуло. Но когда ты заходишь на зипр-пэ, такого, естественно, не будет. Конечно, блядь, зипр-пэта нету. Мы сегодня могилу поставили. Меня просто братишка не мажет. Блядь, там все время мажет. Это там чел какой-то кроет, блядь, его идешь. Стрет, блядь, будет. Короче, что делать, ёбаный, блядь? Строй хату просто, Влад, здесь строй хату. Так, дальше идем. Кроме зипр-пэ. Не-не, туда не идем, туда, там, там на лэр-зона. Мы на крыше должны подняться. Я не выйду, иди ты нахер, ты, блядь, страшный. Это не лестница, это какая-то, не знаю, оборудование скип-пэта. А что там, кто что делает, вам ломают? Ко мне ломятся, ко мне в хату ломятся, мусора, выезжайте. К стене! Быстро! Ага, заебись. Подожди, все, подожди. Живи, живи, будь здоров. Я сейчас на его тэпну по-быстрому. У него был фир-рп, и ему угрожали два аж сотрудника. Блядь, он еще... Влад! А! Этот чел меня на аватарку к себе поставил. Хуя! Это, вот, посмотри, святой тапок в табе, самый низ, элитный бандит, блядь. Это что такое? Привет, у тебя фир-рп. Я стоял с оружием до этого. А, нас было двое. Ты только упал, ты только упал, и я с оружием взял. Ну, я там был не один. А я стрелялся, какой фир-рп? С кем ты стрелялся? Я уже стрелялся, и там чел еще какой-то пришел, и я уже начал стреляться. Ну да, у нас было двое, а ты один. Фир-рп. Какой фир-рп? Обычные правила читай. Ну давай, бань за фир-рп. Допустим. Ребят, возьмите бандитов и попробуйте выловить какого-нибудь одного челика на то, чтобы он что-то сделал во время ограбления. А че тут за шеневмерлики собрались? Слава, не воля. Алло, что скажете? А нам, давай! Зык, зык. Украинцы усмехнеться. Артур, они нас пытают гимном. Право пить этот гимн. Да, я вижу. Какие-то неадекваты, какие-то неадекваты пришли к нам. Пришли к нам, короче, какие-то неадекваты. Начали тут оторвать. Да спокойно, спокойно, это я вызвал, это я вызвал, это я вызвал. Это я вызвал. Это я вызвал, не надо, не надо, это я вызвал. Ладно, ладно, беру, беру. Спокойно, спокойно, это я вызвал. Лицинское оружие у вас присутствует? Конечно присутствует. Да есть. У него оружие, блядь. Выходите его из нашего дома нахуй. Ребят, закидывайте роллы и показывайте лицуху. Это пиздец. Ну как нам во Враграде, короче. Больше, пожалуйста, не приходите. Ребята там в подземки стреляют, в подземки стреляют, в подземки стреляют. Что ты за ролл кинул с числом 2 кубик, выпало 1. А ты что не сказал, что ты ментов пускаешь? Не знал нахуй, они начали ломиться. Не, если менты ломятся, то вы с ними не бычьтесь, все нормально, они вряд ли будут что-то пытаться доебаться до вас. Если это не конкретные люди, которых я по именам знаю. А вот с бандитами надо сразу резко разговаривать. Ну вот, бандит стоит у вас возле дверей, можно его нахуй послать. Иди нахуй, блять, это я, долбайок. Это че? Так, чел какой-то на крышу полез. Давайте начнем с азов, сначала попробуем как-то его хлопнуть. Забирайтесь. А мы можем чисто кулаками забить нахуй? Ну вряд ли чел оружие достанет и у него не будет феррерп. Оружие любое просто берите и чекайте. Вот, он на крыше сейчас что-то строит с лестницы. Выходите, выходите, выходите. Оружие только уберите. Строит. Вот, барон уже подбежал. Как у тебя дела? Где они? Вы не понимаете, что ли? На крышу, на крышу залезайте так же, как и было. А нахуй ты это делаешь? Можешь объяснить просто? Ну типа имущество моё. А там банан, банан стопнули, банан стопнули. Это банан его стопнул. Нет, подожди, ты можешь объяснить? Ты можешь объяснить, подожди. Лицом к стене ставьте его, оружие. Лицом к стене, быстро, 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 понял, быстро. Давай, давай лицом к стене, нахуй, я сказал, блядь. Менты, 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 бежи нахуй сюда. Сюда, блядь, нахуй. Все, я одного чела нашел уже с ПГ. Я уже нашел чела с ПГ, молодцы. Судякс. Сейчас он хилится. Он убегает, короче, в эту, в подземку возле вашего дома. Он там стоит, он там стоит, блядь, он слайпу взял! Ой-ой-ой-ой, я хп, алё, банан от меня стопнули. Маразматик. Ебай. А где хп? Можете даже не пытаться стреляться с ним, да? Просто... Я только что там смотрел, он хилится. Все, я домой пошел, если я не могу. Мусич, а как ты с ним начал стреляться? А он просто спину подошел, когда у меня пушка была. Ебать. Ну, у одного феррерп, у другого ПГ, заебись. Все, я сейчас микрофон оффаю. ТП к себе. Чего? Эм, ты гений? Так, ПГ у тебя. Пауэргейминг? Да. Хорошо, только я ничего против не имею, только ты перед тем, как телепортировать, ты спрашивай хотя бы, потому что я шел к ним, у меня был немного эрпо-процессов все-таки. А Пауэргейминг в чем заключается? Подожди, расскажи. Ну, вы же на крыше стреляться начали, давайте объясню доступно. Подожди, такой вопрос, а почему у тебя коррект глосс за администрацию, тебе разрешили? Некоррект. Ну ладно, забей. Стреляться начал, с какими я начал стреляться? Там четверо было человек, которые грабили другого человека. Ладно, мент, он вообще убежал в страхе, а ты достал ствол, начал отстреливаться. Это неправильно. Хорошо, смотри, я убежал, да, достал ствол отстреливаться. Но первого, кто первый начал по мне стрелять, он нанес мне фри дамаг. То есть, если даже я свидетель, он просто так не имеет права это делать. Да, в этом плане маразматик был бы прав, только в том случае, если бы с ним вместе на крышу не поднимался полицейский. Объясню почему. На Дарк РП ребята, играющие за полицейские профессии и любые госструктуры, любят особенно сильно преувеличивать свои возможности. У них супер выдержка, у них супер точность, у них супер стрессоустойчивость, они просто неуязвимы. Так что давайте не будем спорить с любителями поиграть на госпрофессиях и здраво рассудим. Да, полицейский, у него будет хорошая память, и если ты его возьмешь в свидетелей и ограбишь, или же чем-то ему пригрозит, что у него же хорошее зрение, хорошая память, он тебя запомнит и потом тебя встретит вместе с нарядом спецназа. Кому это надо? Никому. С полицейского свидетеля толку как с козла молока, потом еще возможно и проблем не оберешься, поэтому смысла его оставлять никакого. Так ты свидетелем был ограбления, как и полицейский. Ну я понял, ладно, давай. Бан, тридцатку я ему дам, потому что он докладный. КГ. Теперь чела, который начал ебашиться. Дима, какой ник у Черрика, которого вы грабили, не помню? Дурак, сейчас посмотрю. Артур, я еще жалобу кину. Он ствол достал? Да, он ствол достал, у меня убил. У меня откат есть. У меня тоже откат есть. Еще раз, вопрос, вы были втроем? Да. У меня оружия не было, если что. А у кого было? У меня яма, у Манана было. И он уже, он уже стоял, типа, лицом к стене, и потом скинул деньги, а потом резко достал ствол. Кто именно? Похили меня, Джакет. А, ты уже бандит. Я, не, можешь меня просто тэпнуть на разборку, я дам сейчас посмотрю. Ну сейчас кидайте жалобу, я размучу вас на жалобе, и там будем, это, общаться в войсе. Ждем жалобу. Ку, у тебя фиррп. Привет. Артем, у тебя фиррп нарушено. Привет. Артем, ты меня слышишь? Да. Я говорю... Что за микрофон у тебя хуёвый? Первое предупреждение, иначе будет помеха разборкам, где жалобы нахуй. Это все понял, блядь. Я говорю еще раз, у тебя фиррп нарушено было, тебя грабили вчетвером, вот, после того, как перестрелка началась, ты достал оружие и начал отстреливаться, идти в спину к одному из этих игроков. Один из этих игроков, вот это он. Вот ко мне. Да, не наблюдал за этим. У меня депп есть, у меня депп есть. Угу. Ну все, я тебе тогда даю за, этот, за фиррп 20 минут, поскольку ты адекватно это все принял. Демонстратор. Так, это все? Больше жалоб, что ли, нету? Ебать, мусича штырит просто пиздец, ребят, сейчас скрин сделаю. А, че нарушил-то? Я из че мут снял? Можешь тут говорить. А-а-а, Аспирес нарушил фиррп. Так, окей. Ограбили, он, э-э-э, выполнил сначала требования, потом, когда, э-э, сказали деньги скидать, он досыл фамос. Че за профессия была? Ну, убил его якут. Гражданский у него была профессия. Как себе. Ох. Привет. Че такое? На тебя жалоба за фиррп, объясняйте. Ммм, какая фиррп? Мы тебя грабили. Да. Ты сначала деньги скилл, но потом достал оружие и начал по мне стрелять. Но в итоге я тебе так жба прописал, да у тебя аж черепушка разлетелась. Ага, атак. Ну, имеет не о чем не говорить. Не о чем, а может, я маньяк? Нет, не о чем не говорит. Я не знаю. У тебя вообще глаза закапаны. Маньяк, а подожди тогда, сейчас почекаем правила маньяка, если ты маньяк. Тебя ограбили, ты отдал деньги, правильно? Надо две человека в квартире было. Сейчас тихо, ребят, по одному говорите, либо я, либо обвиняющий, либо тот, кто оправдывается. Тебя ограбили, маньяк. Там же, по-моему, двое было. Маньяк, алло. Можешь не мельтешить туда-сюда, я тебе вопрос задаю. Тебя ограбили, тебе сказали деньги дать. Ты дал деньги? Дал. А потом достал оружие, и я решил наказать парней. То есть, передумал за секунду буквально, да? Нет, ну я отдал деньги, а потом, типа, манёвр такой. И всё. А сколько человек было во время ограбления? У меня вопрос такой. Есть такой. Трое. Так, трое. Трое? Сколько тебя ограбили людей? По-моему, трое, но оружие, я видел, у двоих. У меня двое, двое стояли, смотрели. На вас действуют пункты 3.1 и 3.1.3, только в том случае, если у вас, около вас, около, больше двух человек с оружием, от двух считаем. Было трое. У тебя, получается, нарушение нон-РП. Точно трое их оружие было, подожди, подожди, точно трое их оружие было. Ни одного. В смысле, ни одного. Двое человек уже было с оружием. Двух. Ну. Двое было? От двух уже считаем. Нет, два, против двоих, наверное, по-не-не, это не работает, но по-моему, я типа после двух, то есть три. Иусалам. Я уже первый предупреждал. А, все, подождите, не-не-не, ребят, тише, тише, тише. Это помеха разборкам. Блядь, не трогайте меня, я просто тут постою. Это помеха разборкам. Нет, тебе первое предупреждение уже давали. Да нет, я просто тут постою, я буду молчать. Нет, я тебя предупреждал, у тебя будет бан за помеху. Да, блядь, за что? Ладно. Не надо, не стреляй. Да, его. Не стреляй. Сейчас я вот эпну сюда, разберусь по-быстрому с ним и закончим с вашей жалобой. Куда ты убегаешь? Я тебя спрашиваю. У тебя бан идет за помеху разборкам. Не убегай никуда, сейчас я тебе даю наказание. Почему? Потому что тебе дали первое предупреждение, ты ушел, сейчас ты пошел обратно мешать. Без чего вдруг мешать, я просто проходил. У тебя вмешательство в работу, 36 правила. Бан 2 часа. Дружище, а почему ты не знаешь правила? У тебя демка есть, кстати, у тебя демка есть. Ты ведешь демку? Демка чего? Не, не, я не тебе, админ, ты ведешь демку? Да, демку веду, а что такое? Так, все, заканчиваем. Ты, получается, начал драться с тремя людьми, которые тебя окружали. У двоих из них было оружие, но перед этим ты отдал им деньги. Один, один по моему акне стоял, отдал им деньги. У тебя в любом случае нон-рп, потому что ты сначала вроде бы отыграл фир-рп и начал с ними взаимодействовать в рамках ограбления, отдал им деньги. А потом ты вдруг передумал и решил их взять поубивать. Так не делается. Ну и то, так не делается нон-рп, это нелогично. Это нелогично, я тебе говорю, это нелогично. Это надо думать головой. Даже еще, на меня фир-рп не действует, это фир-рп... Их там было трое, их там было трое, третий мог в любой момент достать оружие, я тебе об этом говорю. Ну, хорошо, хорошо. По-моему, иногда их было трое, двое с оружием, одинок на полном стоял. То есть грабили меня, грабили меня вроде двое. Или в том, у третьего оружия было. Нет, третий стоял без оружия, но он там был, и он мог бы в любой момент достать оружие. Я тебе говорю о том, что ты сначала деньги им отдал, а потом ты решил им то ли отомстить, то ли проучить, как ты говоришь, и взять их поубивать. Это нелогично. Если бы ты хотел их проучить, ты бы не отдавал им деньги и не начал бы с ними драться. Либо начал бы драться, не отдавая денег. Ну, 40 минут я тебе выдаю. 40 минут? 40 минут? Подожди, стой, 40 минут? Да. Ты что, что делаешь? Это все? Все жалобы? Ебать, баклан какой-то пришел, начал мне что-то вкидывать про то, что у меня микрофон хуевый, ему говорю, уйди отсюда. Первое предупреждение дало поменьше. Он приходит второй раз и удивляется, что ему за помеху выдают наказание. А мы типа карательный отряд или что? Вы типа отряд для байтов. Тире карательный. Бля, сейчас доебется до тебя подыматься. Так, зашел в раз, зашел в два. Куда, 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 куда? У меня разбан только, чтобы был 10 рублей, теперь 15. Бля, что ты хочешь, что ты хочешь? Это страшно. Это он синяя, это он синяя. Что здесь за курс рубля такой странный? 10 кг, опич. А может ты говоришься, бля, последний, поскольку ограбили, бля, недавно. Пожалуйста, бля, поменьше, пожалуйста, 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 пожалуйста. Поменьше? Повеньше, да? Ушел? Чуть-чуть. Бля, загасите его, загасите его, загасите. Ушел? Ты чего? Ой, блядь, ну нахуй, сори, братан. Смотри, я у самого патронов нету. А-а-а-а! Он заряжается, блядь. Поймал на ошибке, блядь. Дима ему пишет соси нищий, блядь. Дима должен быть где-то рядом, всегда на подхвате, короче. Дима, если слышишь, кивни мышкой. Подождите, ты же... Это кажется, это и есть ли... А, нет, это был Валера, кажется. О, спокойно, блядь. Что такое нервный? Что такое нервный? За что? Бля, нас какой-то псих тянет. Бля, отвали, слышь, ненормальный, блядь. Это маньяк, полюбас. Блядь, помогите кто-нибудь, блядь, быстрее. Бля, сука, неадекватная. Бля, сука, неадекватная. Бля, сука, неадекватная, блядь, 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 да за шо? Артур, Артур, ты смотришь? Да, он все делает по правилам. Блядь, это маньяк. Блядь, ты вообще неадекватная, пиздец. Блядь, не ломаются наручники ебаные. Дима просто молча охуевает. Бля, он еще и музыку ставит, ребят. У меня ножи минуты разбанами. Тихо, тихо, под нами. Сука. Вот, ты это видел? Неадекватный какой-то. Это маньяк. А я же могу убегать, пока он наручники одному из нас одевает? Типа, я же мог съебаться вообще-то? Ну, не, он угрожал оружием. Надо было слушаться его. Да, к смысле, он же убрал оружие на этот момент. Ну, все равно-то, угроза была. Если бы он молча подбежал ковать, то, да, то можно было. Нужно как-то приманить сюда бандитов. Пока где-то вообще никого нет, кроме вас. Пацаны, мы с каким-нибудь там пистолетиком, а боссом, а боссом. Да, но у меня все есть. Таскали бы у нас с собой боссом пистолет. Ооо, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Не хочешь с нами объединиться? Не хочешь с нами объединиться? Да, у нас вот, ну, твоя небольшая группа как-то. Лицом к стене, твою мать, лицом к стене, оба, 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 оба. А, ребят. Мордой лицом. Подожди, давай, одного вы забирайте, а второго я. Станы, пацаны, может, не надо? Стоп. Стоп. Может, я за них как-то, ну... Ники, Ники мне, Ники, ребят. Якута спиздель. Бычок, бычок Катэк. Катэк. Бычок Катэк. Мы можем убить маньяка? Блядь, он спиздил его, конечно может. Так, я пока в мут кидаю, чекаю правила. С челами. Там, кажется, правила сотрудничества. Да, да, там сотрудничество, и у маньяка еще нон-рп. Он, получается, меня заковал при человек 5 плюс там было. Получается, он раскрыл свою маньяческую, я не знаю, деятельность. Раскрылся, потому что он маньяк при всех, короче. Вот, вам запрещено объединяться с бандитами. Вы можете объединяться с другими маньяками и проводить совместную пытку. А он договорился с бандитами забрать себе одного из людей, которых они грабили. А я сейчас тэпну его и забаню, да и все. Так что, можешь закрывать жалобу, мы сейчас с якутом разберемся. Так, а сколько я принес? Не, 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 не. Хотя, в принципе, это вот для создателей. Да, 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 я здесь. Я же говорю, я могу его тэпнуть просто и все. Это же все, это же все уже видел, да? Да, у меня демка есть. Привет, у тебя правило сотрудничества было нарушено, а это на НРП как раз. Нет, я не сотрудничал с ними. Сотрудничал. Покажи хотя бы одну... Хорошо, покажи хотя бы, как я сотрудничал. А еще, почему ты тэпаешь человека без проверки того, что он не в РП-ситуации? Какая у тебя может быть РП-ситуация? Ты правила нарушаешь. Ну, ты в курсе, что это нарушение правил администрации? Ну, а ты в курсе, что ты администратором наборным нарушаешь РП-правила? Я сейчас говорю не о своих каких-то нарушениях будущих. Если что, можно будет выяснить. Хорошо, Вань, я сейчас... Ты получишь шварн, скорее всего, завтра, потому что Перчику я уже пожаловал. Не по делу хуйня гонится сейчас. Хуйня не по делу. Давай вернемся к НРП. Давай, признаю, все, давай. Да, только ты мне как наборный объясни. Наборный мне объясни. Тут пишется наказание, присваивается как НРП, плюс учитывается количество убитых игроков. Учитывается колва убитых игроков каким образом? Добавляется срок или что? Кого? Ну, правило маньяка. Правило маньяка 20 пункт, точка 2. Наказание присваивается как НРП, плюс учитывается колва убитых игроков. Убитые игроки идут как что? Как фрикил, что ли? Это работает не так. Это не работает. Смотри, если ты, например... Ну, это к РДМ относится. Например, смотри, если я приду в мэрию и пойду всех начинаю резать, и скажу, что это по маньякам будет, тогда это начинается как РДМ может присвоиться. Вот и все. Так это фрикил, 3 килла это уже РДМ, и больше это масса РДМ, вот и все. Ага. Ну, окей, все, тогда НРП его даю. Да. Правило, вообще сейчас я НРП. Все, готово. Так, вы в троем сидите, у каждого есть стволы, да? Да. Я сейчас даю вам наводку просто по гетто, где есть чел, которого можно будет ограбить. Да, вот вы сейчас, наверное, напишите то, что я админобузом занимаюсь, потому что даю наводки на разных людей, которых можно будет ограбить для своей же выгоды. А объясните, какая выгода? Они их грабят на чисто символические 10 тысяч, и то половина из них не отыгрывает правила ФРРП. Единственная выгода, которую я получаю, если ее, конечно, можно так назвать, так это то, что я могу просто чуть более нового формата собрать контент благодаря своим корешам, вот и все. Вы на протяжении 20 минут смотрите на то, как они иногда появляются у себя в квартире, потому что они там проводят большую часть времени. К ним приходят полицейские, иногда я нахожу поблизости от них цель. Вы, наверное, также заметили то, что я не трогаю челиков, которые сидят на базе. То есть я не залетаю на базу, не палюем то, что вот тут столько-то, столько-то людей с таким-то оружием, в таких-то углах они стоят, так что будьте аккуратнее. Нет, я такого не делаю. Я говорю им про игроков, которые стоят поблизости к их дому и к ним самим. То есть в теории я палюем людей, которых они бы сами встретили и без моей помощи, только несколько позже. Ребят, выходите на улицу, сейчас стоит чел, который кидает дебы. Прямо вот туда, идите к банку. Втроем на него агритесь. Маньяк, вот маньяк. Где? Я застрял в комнате, уйди. Оружие и грабьте его сразу. А, все, сработало, сработало. Маньяка? Да, да, да. Стоять, стоять. Стой, 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 э, э. Стоять, стоять. Лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Краткий разбор ситуации. Три бандита против одного маньяка. По правилам нон-РП и также правилам профессии маньяка, он не может сопротивляться, если два и более человека стоят с оружием против него. Возможно, если какой-то господ вернется слишком рядом, то он может помочь ему так же, как и я делал в начале видео. Это ограбление. Это ограбление. Десять тысяч на пол. Так, не отвлекайся. Десять тысяч на пол. Ага. Чё? Повелся? Заебись. Ой, господин Фиб. Вы хотите с такой консерв? Серьезно. По правилам ПГ ты не можешь обороняться в соотношении 1 к 3, где 1 это ты, а 3 это количество противников. Но этому Фибу абсолютно поебать. Ему Рубинова до пизды, Апсидианова похуй. Ещё с самого начала, когда они стояли в дверном проёме, можно было понять, что там находится перед ним больше, чем 2 человека. Но потом на разборках он будет говорить, мол, я не видел, что там их 3, я видел только 2 их. Артур, срочно. Ух, блядь, вот теперь у него точно ПГ, это пизда. Я сейчас ещё маньяка найду, ребят, который начал вас резать в спину. Короче, слушай, Влад, в этот момент маньяк тоже достал нож и начал вас пиздить. А если всё это есть на этом? На демке, да. И потом этот чел из Афиба в маскировке, он же зашёл, тебя убил, получается. К нему залетают 3 чела и ставят его лицом к стене. И он против них начинает ебашиться и улетает. То есть у ФБИшника ПГ, а у этого нон-РП будет, у маньяка. Ку, у тебя нон-РП. На тебя наставили 3 человека оружие. И в момент, когда их начали отдыхать... Стой, стоять, 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 стоять. Одного из них убили, а я маньяк. И что? Угрозы всё равно были, я в курсе, что я маньяк. Одного из них убили, чел. Одного из них убили уже один в два. Да. И тогда их не успели. У меня самого ДМП переписалось. Хочешь, я тебе сейчас прямо покажу? Ты достал нож и начал резать их в спину. Тебе уже была угроза от троих человек. Всё нормально. У тебя... От троих человек? Ааа, хорошо, хорошо. Сколько? Час, да, и в годах, да? Нет, почему час? Ты же сейчас принимаешь нарушение своё? Получается, 2 чё-то. Ну, раз получается, да, то дай тебе снижу до 30. Ааа, и на 10 их баню, а ты на 30, ладно. Креды продай. Ха-ха-ха. 30. На НРП. Теперь ФИБА. Надо тэпнуть. Занят, нет, кордови. Да, он вообще видит. Я уже, чтобы чек на деньги. Чтобы чек на деньги. Как ты понял, что он... Мипиус. Алло. Да подожди ты, блядь, ну ты меня не видишь. Что я не вижу? Я у тебя спрашиваю как раз, что такое. Ну ты видишь, я на разборку. Куда ты мне хочешь забрать? Я тебя никуда ещё не забираю, я так сюда пришёл сам. Ты можешь помолчать жалобу. Окей, я потом дальше претензию кину. Итак, объясняю, а чё тут произошло. Блатной под именем Бычок начал бодаться с ФБРовцем. Поставил его лицом к стене, но в последний момент ФБРовец передумал и решил нарушить правила ФРРП, ибо он нахую вертел правила. Меня попросили не мешать проведению разборок, но вся разборка это был ебучий цирк, потому что администратор не мог с этим справиться. А дело в том, то что этот дурачок на ФБРовце начал качать за периферийное зрение, типа он вот краем глаза видит то, что тот уже убрал оружие, и это даёт ему право, оказывается, нарушить правила ФРРП. Но на самом деле нет. В итоге наш ФБРовец оказывается редкостным маргиналом, потому что его язык не работает в паре с мозгом, и он тупо не фильтрует, что он иногда выкидывает, за что, естественно, получит потом по шапке. Смотрим. Я к нему лицом стою, он убирает оружие, подходит ко мне вплотную. Ну, ты меня ставил лицом к стене, я поглядываю на тебя. Ты убираешь оружие, идёшь ко мне с чекером кошелька, как я понял. Отходишь, я достаю оружие, тебе въебло всё. Дробовик находился в полной боевом готовности. Ты понял, короче, в боевом готовности он находился. Ну, где ФРР? Это убрал оружие, достал всё. Везде. И что? Какая нафиг разница? Это убрал оружие, достал всё. Это не значит, что это так не работает. Слушай, я ФИБР, я к этому, по идее, морально уже подготовлен. То есть, у меня от этого не так туханёт, как к обычному гражданскому примеру. Ну, вот о чём я и говорил несколько ранее. Челики, которые играют на госпрофессиях, любят делать из своих РП персонажей каких-то супер неуязвимых терминаторов, которым вообще всё похуй, они всему обучены, они прошли эту жизнь, и им этот мир абсолютно понятен и ясен. Ну да, это же отчасти так. Да, я с вами соглашусь, отчасти всего лишь это так. Немножечко. Приведу вам из ряда вон выходящий пример. В фильме «Тренировочный день» полицейского, ну, прям жёстко обули, и он даже не заметил, что его пистолет спиздили. А в итоге что? В итоге его чуть нахуй не застрелили в ванной. Кто смотрел фильм, тот поймёт. Кто не смотрел, посмотрите. Ты это по правилам, в правилах нет исключения для тебя, так что... Ну, в том-то и дело. Ну, за частая проблема, это фирменка... Бычок, бычок. У меня вопросик такой. Помнишь домик в гетто на углу возоперехода вниз, в подземку? Ну, он смотрит, он вот так стоит, он стоит с оружием. Есть какая-то разница? Бычок фактует. Слушай, существует периферийное зрение, не знаешь такое? Какое нахрен периферийное зрение? Существует третье лицо. Прям вот так в точечку смотришь, да? Поздравляю. Существует, а я использовал периферийное зрение. То есть вот так вот смотрю, я беру лицо на тот момент, вот и то, вот и всё. Ну, по факту существует третье лицо, получил, где было всё. Бычок, а ты один присутствовал там только, и всё? Так, это даёт первое предупреждение. Я не мешаю, вы не можете разобраться, но у меня есть претензия ещё к кордове. Я говорю об этом. Ну, подожди, Ваш. Я закончу жалобу, я делаю... Я только до конца не понимаю, в чём именно ты разобраться не можешь, если у меня ФРФ. Я могу... Тише, давайте... Смотри, вот ты вот так вот стоял, чтобы ты мог его видеть. Ну, а ты кладешь, чтобы ты мог его видеть. Ты должен примерно вот в таком вот вороте. Ну, примерно... Что они, блять, выясняют, это пиздец. То есть тут моделька-то ещё и не до конца поворачивается, даже если так. То есть видишь, она не до конца поворачивается. Вот, ну ты стоял к стенке, всё равно его достаточно видно было. Афизган хорошо поворачивается. Вот так, стоял примерно к стенке. Он убирает... Ну, он что-то не удалось. Ну, почему? Слушай, это только всё считается стеной вообще. Смотри, я ему угрожал. Если я поверил за 90 градусов, то ладно. Короче, админ, решай уже. Пухрен. Да, выноси невердер. Нет факта, если так, у него нет нарушения, я просто тоже узнал, что ты не поворачиваешься. Ну, я другому админу подам жалобу. Тогда вызови другого админу. Я уже здесь. Ну, какого-нибудь другого. Спонсор сегодняшней агрессии, саундтрек из скота на Zero. Саундтрек из скота на Zero. А чё саундтрек играет на этом моменте, скажите, пожалуйста. Ты чё пиздишь там, я не понял, тебя никто не спрашивал. Я говорю с бычком. Ты заебал, блядь. Заткни пиздак, свой гнилой, я тебе ещё раз говорю, свин. Оскорбление за администраторы, хорошо. Ты сам свою ебло гнилое открыл, я тебе ещё раз говорю. Поросячья башка пиздоголовая. Ещё одно ускорбление третьего. Сейчас до снятия дойдёшь. Да, да, до снятия дойдёшь. Бычок, рассказывай, у вас жалоба, как я понял, закончилась, да? Да, Дефокс, тогда всё, мы тебя не задерживаем, Дефокс. Я продолжаю эту жалобу. Мне сейчас Бычок заново перескажет всё, как было. Я сейчас задам уточняющие вопросы. Бычок, ты... Прими вопрос. Ага, окей, окей, я принял. Блин, другой, другой принял. Лика, 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 можешь ЖБ отменить? Просто мы уже дальше до конца разберёмся сами с Бычком. Я вот этому отмени... Ну вот, уже есть разбирающий админ, вот и всё, чё ещё жалоба отменили? Я хотел Лика кинуть жалобу, чтобы вот этот администратор её принял, чтобы мог разобрать. Он переходишь, Тёмки, вот этот администратор... Я тебе говорю ещё раз, пиздак, захлопни свой. Давай ещё раз, скрипи, у тебя же и так... Да, 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 да. Не надо байтить, блядь, пытаться на оскорбление, провоцируя самому. Потом удивляться, что тебя хуями кроет. Ты мне, свин, ебаный рот закрываешь с какого-то чёрта. Ты с какого-то хера вообще решил, что ты имеешь право на это. Да, ты с какого-то, блядь, хуя решил, что ты имеешь право открывать свой гнилой рот, куда хуи нужно пинать по умолчанию. Слушай, я понять не могу, ты, типа, себя скрипкой возомнил или как? Или ты ей скрипка, типа? Чё так сейчас базаришь, криво? Тебя сколько лет? Бычок, в общем, бычок, бычок, бычок. Бычок, подожди. Ответ, сейчас по-быстрому разберёмся с тобой. Вот, ты его лицом к стене ставил, правильно? Да. Ты был один? Один, значит, был. У ФБИ агента, получается, в правилах профессии, ни слова про исключение ФРРП, расширенных рамок каких-то ФРРП нету. Я сейчас чекаю ещё. Я сейчас ещё почекаю правила ФРРП просто основное в списке правил. И отталкиваясь от него, уже будем что-то делать. Вот. Ты встал лицом к стене, правильно, Кордови? Да. Вот. Значит, ты уже начал отыгрывать ФРРП. Затем, читаем правила ФРРП. Если по вам целятся из оружия в голову и говорят что-нибудь сделать, то вы обязаны подчиниться. Даже если вы джаггернауты, этот человек держит всего лишь пистолет. Например, нельзя прыгать с высоких зданий, пытаться убежать. Будучи безоружным при ограблении несколькими бандитами, игрок проявляет излишнюю смелость. Их было не несколько, а он был один. И он угрожал тебе оружием. Не перебивай меня, первое предупреждение тебе даю насчет одного микрофона. Дальше будешь перебивать, мешать разборке, я выдам тебе помеху вслед также за другим нарушением каким-либо. Дальше. Нету никаких исключений прав ФБИ. У тебя что за оружие было? У меня XM. У меня пистолет был. Но в правилах так и пишется, даже если этот человек держит всего лишь пистолет и даже если вы джаггернауты. Ты был далеко не джаггернаутом, а ФБИ. В сравнении с джаггернаутом ты несколько слабее, но ты все равно должен был отыгрывать ФРРП от начала и до конца. У тебя была катана? Нет. Не было катаны. Значит на тебя не распространяется защита от ФРРП. Итог такой, что у тебя есть ФРРП в этой ситуации. А где происходило ограбление? В тоннеле, смотри. В тоннеле возле гетто. В тоннеле возле гетто, который возле фонтана, да? Ага, понял. Значит, итог этой ситуации такой, что у тебя есть нарушение правила ФРРП. Следующие претензии идут уже от меня конкретно. Ты заходил в угловой домик возле перехода спуска в подземку. Вы туда забежали втроем со своими друзьями. Ну, я тебя сейчас покажу. Ты? Вот. Где вентиляторы вот эти? Вот. Там чел бегает. Да, я понял. Да, 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 да. Вот. Вы в тот момент забежали к нему одному в дом и начали ставить его лицом к стене. Вас было трое. Мне это на демке прекрасно видно. И он просто не послушался вас и начал с вами перестреливаться. А че ты жалуешься? Какой привет, такой ответ. Ты мне сказал завалить ебало. Ты мне сказал завалить ебало, хотя я никому вообще не агрессировал до этого момента. Почему ты теперь удивляешься, что я с тобой так общаюсь? Ну, я не знаю, это нелогично. Не совсем логично будет этому удивляться на твоем-то месте. Ну, ты смотри, ты как сейчас администратор. Какие обиды? Ты разбираешь жалобу? Вот его. А я не обижаюсь. Я просто общаюсь с тобой так, как ты того заслуживаешь. Ты не обижаешься. Ты мне не даешь сказать и слово. Потому что я разбираю эту ситуацию. Я переслушал всю жалобу, пока вы разбирались с Дефоксом. И я для себя уже сделал вывод, что ФРРП у тебя есть. Я не знаю, зачем Дефокс там про угол зрения начал что-то рассуждать. Потому что тебе угрожали оружием. Ты послушался, встал лицом к стене. Потом ты достал оружие, когда тот взял чекер. Хорошо, если ты не хочешь ФРРП, это будет нон-РП. Потому что ты вроде начал отыгрывать страх свой. Ты встал лицом к стене. А потом раз ты такой и достал оружие. Это тоже нелогично. Одно из двух выбирай. Срок один и тот же. Просто подпись будет другая. Я нахожусь в элитном подразделении с ФИБА. И к этому готовят, как минимум. К таким ситуациям. Так что средства устойчивости есть. Так почему бы меня не достать? Оружие, когда человек замешнулся. То есть убрал там свое оружие. Чекер достал. Подошел ко мне впритык. Я тебе объясню. В правилах этого не предписано. Нет, этого не предписано в правилах. А нет, бычок, послушай. Мы рассуждаем, отталкиваясь чисто от правил. Ты это приписываешь конкретно своему РП-персонажу. В твоей профессии нету вот этой стрессоустойчивости описанной. Поэтому у тебя нету никакой там стрессоустойчивости. Ты себе придумал, потому что ты ФИБ. И все. А на деле что? На деле тебе угрожали оружием. Ты встал лицом к стене и достал оружие в ответ, считай. Когда тебе уже прозвучала угроза. Это первое. ФИБ РП. Следующее. К тебе забежали в дом три бандита. Элитных, кажись. С оружием. Все были до единого. И начали тебе угрожать стать лицом к стене. Ты начал от них отстреливаться. Соответственно, что? Ты улетел на спавн. Нарушил правила ПГ. Опираясь на стрессоустойчивость, это значит холодный рассудок. Ты достаточно адекватно оцениваешь свои возможности. Но это никак не коррелирует с тем, как ты их расценил, чтобы после перестрелки с одним челиком, еще перестреливаться с двумя-тремя другими. Это нелогично. Поэтому я тебе выдаю за первую ситуацию наказание ФИР РП. Час бана. Хорошо, если ты так говоришь, что на холодную голову. А если я жить хочу, то есть меня ставят лицом к стене, известно, что со мной будет. Тем более, когда я с тобой разговаривал, они начали использовать информацию, что я ФИБ. ФИР РП первая ситуация, вот как раз таки у тебя и пиздеж полный. Чисто воды как раз за сперму, как говорится. С этим ладно, еще хоть как-то можно. Хрен с ним, смирился уже, ну. Вот. Спасибо. Да не за что. Тебя обратно в гетто? Да, ребята. Да.